В Киеве рассказали о взыскании из «Газпрома» 2 миллиардов долларов. В Киеве рассказали о взыскании из «Газпрома» 2 миллиардов долларов 23.45 5 декабря 2019 года. Обновлено 23.53 5 декабря 2019 года. РИА новости. Стрингер рабочий на газовой станции на Украине. РИА новости. Стрингер Москва. 5 Дек РИА новости. Глава «Нафтогаза» Андрей Кабалев в интервью изданию. Лига.нет рассказал о процедуре взыскания долгов с «Газпрома» по решению стокгольмского арбитража. По его словам, всего с российской компанией Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов. 4 декабря 16.45. Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту. Это 45% всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины, заявил Кабалев. Он также отметил, что сейчас «Нафтогаз» работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это около 3 миллиардов долларов. При этом Кабалев подчеркнул, что если «Газпром» не вернет оставшуюся сумму, то украинская компания получит разрешение местных судов на продажу активов российской компании. 21 ноября, 8 часов. Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре. Газовые споры. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива. Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу «Газпрома», то по иску о контрактах на транзит он присудил «Нафтогазу» 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда. Вчера, 17.24. «Нафтогаз» заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе. Российская компания попыталась оспорить это решение, но 27 ноября суд округа СВИА в Швеции окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают в конце года. Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств. В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.